С 17 по 23 сентября в Словакии, городе Трнава, состоялось первенство мира по вольной борьбе среди молодежи до 21 года, в котором приняли участие трое выходцев училища Олимпийского резерва Хасавюрта. Ахмед Идрисов весовой категории 57 килограмм, Абазгаджи Магомедов 61 килограмм и Вербина Екатерина веси 55 килограмм. Директор Олимпийского училища Магомед Гусейнов отметил, какой неоценимый вклад приносят спортсмены своими достижениями не только городу, но и всей республике. Много вопросов, которые задают болельщие големы в России, там даже с Болгарией, там с Молдовы, там с Таджикистана, с Узбекистана, спрашивают, поздравляем, такое успешное выступление, такую красивую борьбу показали ваши ребята, но это говорит, что Олимпийское училище сегодня работает в правильном направлении. Ну, кроме них, вообще выступление Олимпийское училище на сегодня, если посчитать за год проделанной работы, значит, там два чемпиона России, там второй призер чемпионата России среди взрослых, там выступление чемпионата Европы до 23 лет Идирису Магомед Расул, который выиграл очень хорошую борьбу показал. Гамзат Абасов, заместитель директора училища Олимпийского резерва, подчеркнул, прекрасные выступления воспитанников училища, отметил преподавательский и тренерский состав, который прикладывает все усилия в развитие своих спортсменов. Ребята показали очень хорошую борьбу, почему я это говорю, потому что в их весе боролись прошлогодние победители первенства мира, этого года победители первенства Европы, победители Азии. И наши ребята показали себя тем, что все схватки заканчивали с большим преимуществом баллов, а Магомед Абасов, вообще все свои схватки, пять схваток, закончил досрочно, то есть в первом же периоде. В общей сумме он набрал 50 баллов и отдал всего 4-5 схваток. И хочется отметить также Идрисова Ахмеда, который боролся на характере, и мальчик растет на глазах, он первенство России выиграл тоже вместе с Абасажи, так уверенно, и здесь тоже они боролись уверенно, и Идрисов, он был меньше всех и ростом, и годами, но парень боролся как тигр, как лево тут можно сказать, и вытаскивал такие схватки, с ним боролись тоже именитые победители первенства мира, победители первенства Европы. Этот мальчик не почувствовал, если он дальше тоже будет так продолжать, мы думаем, что его мы даже можем 57 килограмм увидеть на Олимпиаде, а Абасажи 65 килограмм на Олимпийской игре в Токио. И также боролась, как я говорил, Вербина Екатерина, студентка первого курса нашего училища, которая является победителем первенства России, победителем первенства Европы, и вот впервые участвовала на мире по молодежи и заняла третье место, уступив только одну схватку, можно сказать, равную за счетом 2-0 Японки, которая в дальнейшем стала чемпионкой. Абас Гаджи Магомедов, одержавший победу в турнире и вернувшийся на родину с золотом, поделился впечатлениями от турнира и отметил неоценимый вклад руководства и тренерского состава училища Олимпийского резерва в свое развитие. Тут самые лучшие тренера, они все делают для нас, чтобы мы на аренах представляли Россию, Дагестан и, конечно же, нашу школу, школу в Орд. Ну, я недавно боролся на первенстве мира в Савакии. И для меня пошел этот тренер удачно, так как я уже 4 года сборной, ни разу не смог попасть на мир. Один раз смог, вторым стал, два раза вторым был на России. Последний год по молодежи тоже был и хотел выиграть чемпионат мира. И у меня все получилось. Это старший, главный тренера сборной России. Они сами выходят, они все подсказывают. И мои личные тренеры тоже со мной рядом были. Это Али Магомедов, Исхако, Гамдад Абасо и Абакар Абсадзио.